Они на Курскую направление были переброшены из Торецка, Красногоровки и Часовьяра. То есть как раз тех направлений, на которых вояки-хунты несут поражение и отступают. Вот понимаете, одно дело понимать или знать, а другое дело жить иллюзиями, что это все-таки другое государство, а вот через него будет проще. Вот давайте попробуем. Мы вот там пару десятков направили. В результате как раз по данным белорусской стороне 10, по моим 13, было уничтожено ПВО Беларуси. Сегодня, вот чем отличаются в значительной степени эти боевые действия от воин предыдущих, здесь интересует не конечный военно-политический результат, а создание медийного образа, независимо от того, что в реальности происходит. Здесь рассчитывать на то, что можно достичь каких-либо договоренностей, иначе как исключительно подтвержденных силой, причем силой вооруженных, совершенно бессмысленно. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. События Курской области. Много мнений высказывается по поводу того, для чего это нужно было Киеву. Насколько я понял, есть два основных, скажем так. Первое – это подогреть к себе интерес в медийном пространстве, в том числе со стороны так называемых западных партнеров. И второе – отвлечь российские силы от наступления на украинском фронте. А вы как считаете, для чего это нужно было Киеву? Я считаю, что это чисто политическое решение, которое на самом деле вредит военной составляющей. Не первый раз Киевский режим доказывает, что информационные, такие публичные эскапады для него важнее реальной ситуации на фронте. В пользу этого говорит и тот факт, что противники – это данные не наши, это те интервью, которые западные издания брали у конкретных вояк-хунты. Они на Курское направление были переброшены из Торецка, Красногоровки и Часовьяра. То есть как раз тех направлений, на которых вояки-хунты несут выражение и отступают. То есть в данном случае интересы киевской хунты в обороне этих направлений были сведены к минимуму. В общем, им пожертвовали ради того, чтобы устроить наступление в Курской области с заведомо проигрышными результатами. Потому что даже западные спонсоры, я понимаю, что там много урагов таких хвалебных и патриотических статей. Мы сейчас победим Путина, дойдем до Москвы. Но суть в том, что, например, Уоллс Риджорн пишется с ссылками на источники в Белом доме о том, что это бессмысленность, совершенно непонятны цели этой операции. И мало того, ее последствия наверняка будут для киевской хунты весьма печальны. Мы это видим уже по неделе боевых действий. Максимум, что им удается – это удерживать позиции, которые, в общем-то, были заняты с некоторым уже отступлением. Вот по линии севернее Суджи, то Локни и далее на юг до Суджи, которые они тоже не контролируют. Часть видео, которые и фото они выкладывают всю эту неделю, это фото и видео сделаны в первые двое суток. Но, тем не менее, ситуация сложная. Выбить противника оттуда просто не получится в силу того, что ставка сделана именно на это. И мы видим, что вопрос количества уничтоженного личного состава его, как обычно, не волнует. Это демонстрируется и высадкой на Кенбургской косе, и попыткой наступления где-то на Теткино, еще где-то севернее и южнее, вдоль границы той же Курской и Велгородской областях. Все неудачные, но, тем не менее, происходят. Посыл у Wall Street Journal, да, он был такой, а тот же печально известный сенатор Линдси Грэм, наоборот, насколько я понял, он подбодрил украинские силы, мол, продолжайте, наступайте, а мы вам оружие поставим. Ну, собственно, западное оружие там не используется вовсю. Хорошие отношения с местными жителями многих, их я знаю, вообще с бизнесменов. Да, там проблемы, обстрелы их инфраструктуры, им нужны саперы, потому что нужно разминировать после прилета пакета Хаймерсов, после сброса кассетников, то есть там засыпается именно гражданская инфраструктура, именно западным вооружением вовсю. А почему у них такое расхождение во мнениях? Wall Street Journal пишет, что это глупости и никакого успеха это не принесет, а вот тот же Линдси Грэм, я понимаю, не самая влиятельная фигура, но, тем не менее, говорит о том, что вот наступайте дальше. Вы знаете, здесь вопрос даже не во влиятельности, может быть, наоборот, чем влиятельнее фигура, тем более она будет вот таких произносить шапкозакидательских речей, потому что для политиков, в случае американского, важно продемонстрировать, и для этого, в общем-то, наступление на Курской области было в значительной степени произведено, что здесь все хорошо, и вот смотрите, они могут наступать, они могут что-то захватывать и так далее и тому подобное. К реальности это не имеет, опять же, никакого отношения, к военной составляющей тоже, и Wall Street Journal, собственно, об этом и пишет. Но это, скажем так, о реальности или немножко о реальности. А сегодня, вот чем отличаются в значительной степени эти боевые действия от войн предыдущих, здесь интересует не конечный военно-политический результат, а создание медийного образа, независимо от того, что в реальности происходит. — Наверное, в первую очередь для американской общественности, которая во многом удивляется тому, что мы и деньги выделяем, и оружие поставляем, а как бы заметных успехов нет, насколько я понял. — Учитывая, что у них выборы в разгаре, понимаем, что действующей администрации, вот той же Камале Харрис, крайне необходимо хоть что-то на этом фронте. И хотя американцы вовсю рассказывают о том, что не имели представления о том, что там начнется, никак в этом не участвовали и так далее, но мы понимаем, что как раз они-то главные интересанты. Им нужно нечто подобное перед выборами, перед ноябрьскими. Вот и, естественно, они-то основные победополучители. Им-то глубоко наплевать, сколько там десятка, тридцать тысяч будет похоронено, но важно то, что мы можем показать своей общественности, то, что недаром передали им третий год оружия и королемпийскую уходу. — Параллельно с боевыми действиями в Курской области развернулась и так называемая информационная война. Вот вы уже отмечали, что они там сделали какие-то кадры в первые дни своего наступления, а выкладывать их продолжают до сих пор и выдавать за какие-то реальные успехи. Но тут что интересно, ряд, в том числе российских телеграм-каналов, почему-то тоже подхватил вот эту вот цепсошную волну и начал в значительной степени сеять панику о том, что вот нужно эвакуироваться, суд же уже захвачен и так далее. Ну, со всеми вытекающими. Понятно, что если люди всем скопом бросятся уезжать, то этот гражданский транспорт, он просто-напросто заблокирует дороги военному транспорту. Вот из этого какие выводы могут быть сделаны после того, как эти события утрясутся? На самом деле здесь можно сделать только один вывод, который заключается в том, что мы живем в новой информационной реальности. Попытки жесточайшим образом кому-то заткнуть рот или продвигать только одну, скажем так, официальную точку зрения, ни к чему не приведут и не обречены на провал. Что приходилось, скажем так, изнутри наблюдать наиболее эффективное государство, действующее на этом инфространстве, это Китай, который блокирует, исключает, который создал фактически свой интернет. Тем не менее, информация из вне получается. Бессмысленно описывать все технические механизмы, но все желающие китайцы получать информацию из вне ее получают. Всех не пересажаешь, всех за это не накажешь. То есть это существует. И сейчас, в общем-то, основное, в очередной раз популярнейшее выражение нового министра обороны России Белоусова, который говорит, ошибаться можно, врать нельзя. И основная причина происходящего, в том числе и на дорогах, в обаянии, возникающая паника, отъезды и все прочее, во многом вызвана именно тем, что информации, официально озвученной нашими официальными лицами, генералами многими, не соответствуют действительности. Люди это понимают. Значит, здесь нужно четко отдавать себе отчет, какое население находится в России, в Беларуси. Это люди значительно более грамотные, чем население, тоже, простите, Украины, демилизированное в течение третий века, на протяжении почти двух поколений. Или Соединенных Штатов, где выпускник школы с трудом считает в уме, там складывает и умножает, делить вообще не получается. А среднее количество книг, имевшихся в распоряжении, еще доинтернетовское, это я еще помню по концу 80-х, американскую статистику, три штуки. Библия, энциклопедия и еще что-то. Поэтому там мозги загадить намного проще. У нас люди более образованные, более думающие. И когда они слышат явную неправду, тем более, опять же, связано с тем, что здесь же у всех есть связь, интернет, информации много. И люди прекрасно понимают, что когда им рассказывают через полтора, 35 часов после наступления, что наступление остановлен противника, мы его сейчас выбьем, все понимают, что это не так. И здесь затыкать, пытаться глотку некомпетентным, хайпажором, и всем посидишь за откровенность. Такое в Телеграме масса. У нас же теперь все разбираются не только в медицине, но и в военном деле. Да, и мало того, есть же люди достаточно грамотные, которые понимают, что на этом можно зарабатывать деньги, известность, популярность. И в данном случае истина или хотя бы стремление к ней, и вообще они не озабочены этими проблемами. Они дают то, что наиболее жарено. Я периодически не выдерживаю, прохожусь не столько по персоналиям, сколько по своим фактам, в надежде, что если кто-то услышал их, и показать, что это бред, зачастую откровенный бред. Но тем не менее, это будет и в данном случае, те меры, которые в рамках административного и уголовного права, в России, они достаточны. Их просто нужно применять постоянно. То есть откровенная ложь, дискредитация, работа на противника. Будь добр, садись в тюрьму. Но возводить это в абсолютную диктатуру на информационном пространстве, как многие опять же призывают, у нас и таких же достаточно. А давайте все запретим. А вот давайте... Это две крайности, и обе из них будут иметь негативные последствия. Поэтому это тоже нельзя делать. Скажем, бессмысленно, у нас очень популярная тема. Вот кто-то снял результаты прилета там куда-то. Ну, как я в Севастополе много лет живу. Вот по Севастополю там то, 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 то. Вот они дали информацию противнику о результатах удара. Надо их посадить. Друзья мои, я уже устал выкладывать спутниковые снимки. У противника космическая разведка. На нее работают все западные спутники. Их сотни. Информацию о результатах они имеют. Когда бьют по аэродромам, там кадры спутниковых снимков через час появляются. Невнятное зарево на горизонте или даже снятая пожарником там сгоревшая пожарная машина или еще что-то. Но ничего не прибавит. Противника в реальном времени есть. Я уже не говорю, что на многих ракетах установлены телекамеры, транслирующие картинку в реальном режиме времени. Что делают наши регулярно, размещая кадры ударов. Противник делает то, что все знают, но при этом продолжают искать крайних в этих несчастных любопытниках, кто там что-то снял. Крайности в данном случае не приемлемо. Нужен здравый смысл прежде всего. И здравый смысл, работающий именно на государственном уровне. Потому что возвращать доверие к государственным органам информации – это одна из важнейших составляющих задач. Тогда они будут верить противникам. ВСУ наступали малыми диверсионными группами. Почему такая тактика была избрана? То есть не полномасштабное наступление, а именно заход разросленных маленьких диверсионных групп? Во-первых, насколько я понимаю, противник не верил, что ему достаточно легко удастся преодолеть линию соприкосновения. Поэтому начинали действовать относительно небольшие группы. Хотя их не зовешь такими вот малыми. Они заходили на бронетехники, они заходили как минимум взводными группами. То есть достаточными для того, чтобы сносить оборонительные сооружения и блокпосты. А убедившись в том, что это реально, и такие рядовые группы заходят, они начали вводить уже в первые сутки около тысячи человек. Далее две тысячи. Пять-семь. Собственно говоря, разворачивая наступление. Если бы они сразу пошли такими силами, успех бы они достигли значительно большего. Видимо, уверенности у них никакой не было. Но произошло то, что произошло. И рейдовые группы они используют совершенно грамотно. В условиях отсутствия сплошной линии фронта. Малые группы, в том числе и на бронетехнике, могут проселочными дорогами, вдоль лесопосадок, вырубок проходить вглубь территории. За последние сутки был прорыв за Коренева, которые умудрились каким-то образом обойти и дойти до Жандинова, где-то на полпути к Рыльску. По крайней мере, были остановлены. Сейчас не знаю ситуации. Еще, по крайней мере, последних новостей оттуда не было. Но суть в том, что эти рейдовые группы, во-первых, создают непонятку в наших штабах. Потому что поступают, естественно, хаотичные доклады. Здесь видели, здесь ведем бой, сюда нужно. При отсутствии сплошной линии фронта, в таком очаговом боевом действиях, они не ведут к занятию каких-либо территорий. Но зато бардак и панику они усиливают многократно. Тем более, что при отсутствии постоянной, почасовой отслеживания событий официальными органами власти, местные жители вообще ничего не знают. Они на слух звука выстрелов и на чьи-то слова. Кто-то откуда-то приехал, ой, там противник. Может быть, даже это не противник был, он увидел броневик. Может, наш броневик. В конце концов, вражеские БТР местного разлива, те же БТР-4, ни один гражданский от нашего БТР-82 не отличит, тем более в обрешетках и так далее. А уже возникла паника, и в каком-то селе народ начинает массово бежать. Ну, это все есть. Мы понимаем, что так иначе и быть не может. Без официальной информации, постоянно отслеживаемой на местах, это неизбежно. Противник этим пользуется. Грамотный противник нам противостоит. Опять же, нельзя делать вид, что мы воюем с какими-то лопухами, ничего не умеющими, слабо мотивированными, которых там мы одно и лево. Нет, война идет третий год, и мы уже по факту убедились, что воевать противник умеет. Тем более, о чем неоднократно говорили, воюет-то не только Киев, а командующие НАТО, которые обучают украинских бойцов, украинских пилотов. Да, они сидят в штабах, они во многом рисуют план наступления. У них богатейший опыт самых разных войн. Мало того, если изначально можно было говорить о том, что они на тех войнах тренировались, на которых не было ни масштаба, ни противника, два с половиной года прошло, во-первых. У них уже есть этот опыт. Это во-первых. А во-вторых, не надо забывать и о том, что за время, перед началом спецоперации, через Донбасский фронт, Киевская хунта провела почти полмиллиона бойцов, и офицеров, и солдат, и всех остальных. 480-490 тысяч, чего у нас и близко не было. Поэтому, как раз если говорить об опыте, то у противника этого опыта было на порядок больше, чем у нас. Исходя из того, о чем мы сейчас говорили, вот об этом прорыве рейдовыми группами, о информационной составляющей, в том числе, вот какая работа над ошибками может быть проделана, как вы считаете? Отталкиваться надо от того, что говорил, собственно говоря, министр Абалон Белоусов. Во-первых, врать нельзя. Тем более, самое опасное, это врать самим себе. Когда ты пребываешь в уверенности, что твоя ложь является правдой. Во-вторых, начинать учиться, ну раз уж мы не научились на чужих ошибках, на своих собственных. Во-первых, нет никаких второстепенных линий фронта. Во-вторых, то, о чем говорили, если говорить о масштабных вещах, то это необходимость создания ополчений, соответствующего оснащения этого ополчения. Мы просто были в Курской области за полгода до этих событий, и с местной администрацией говорили, что в рамках создания местной дружины и всего прочего необходимо не просто дать перданке населению, необходимо создавать посты в нос, то есть видеонаблюдение, опровещение и связи. Как минимум 14 постов в Курской области, каждый из которых должен быть оснащен как минимум двумя разведывательными беспилотниками наблюдения, плюс дюжиной ударных беспилотников. Причем никто не возражает против того, чтобы черт с ним, вот эти ударные тяжелые средства поражения находились где-то в оружейках Росгвардии или еще кого-то, и выдавались при боевой тревоге посты в нос в состоянии обеспечить своевременное обнаружение противника и, соответственно, поднять по тревоге и местное население. Это создано не было. Один из, я до сих пор дословно могу передать, что было сказано, по нам бить не будут, через нас газ идет. Вот вам результат. Эта газовая станция сейчас подконтролена вооруженным силам противника. И газ продолжает идти. Дальше что? Так газ и через Украину идет. Если бы это была цель, они бы у себя на любом участке просто... Совершенно верно. То есть это демонстрирует то, как чиновники врут сами себе. И подобных слабых мест, которые на самом деле достаточно легко ликвидируются, много. Здесь бессмысленно даже в нашей с вами передаче обсуждать, какие именно конкретные меры. Их там будут на много листов. Но суть в том, что необходимо действительно относиться к реальности. Не увольнять или отправлять куда-то в опалу офицеров, которые говорят неприятную правду, а продвигать их на вышестоящие должности, меняя именно тех, кто пытается сделать хорошую мину при плохой игре, снять ровно, да, и слать те отчеты, которые нравятся вышестоящему командованию. Это основная проблема. Не только в нашей армии. Параллельно вот с этими событиями в Курской области произошло еще одно не менее громкое событие, наверное. А со стороны Украины на территории Белоруссии был сбит, ну, около десятка, насколько я понимаю, ударных беспилотников. Ну, это тоже вызывает недоумение, потому что совсем недавно была вот эта эскалация на границе. Я думаю, вы знаете об этом. В середине июля обстановку удалось разрядить. И сейчас очередная провокация. При том, что, как бы, Александр Лукашенко, он однозначно давал понять, что играть с огнем лучше не стоит. А почему они опять пошли вот на такие вот шаги в отношении нашей страны? Думаю, что отчасти это как раз то, о чем мы только что говорили, что многие врут самим себе. И киевский режим, абсолютно зависимый от западных спонсоров, организаторов этого банкета, свято уверен в том, что, как говорил Бендер, за границей вам поможет. Я дам вам парабеллум. Вот точно так же им дают парабеллум и точно так же они уверены, что за границей им поможет, что бы они ни делали. И в данном случае, если говорить об этих беспилотниках, то, судя по всему, он как-то некогда представляется. В Киеве просто решили, что так как атаки вглубь территории России зачастую приносят нулевой результат и сбиваются беспилотники еще на подлете, значительно проще, безопаснее и эффективнее будут направить через формально-нейтральную Белоруссию, через ее воздушное пространство, беспилотники на Ярославскую область и нанести более эффективный удар. По факту оказалось, что это не так. Но они же должны понимать, что у нас единая региональная группировка войск ПВО. Вот понимаете, одно дело понимать или знать, а другое дело жить иллюзиями, что это все-таки другое государство, а вот через него будет проще. А вот давайте попробуем. Мы вот там пару десятков направили. В результате как раз по данным белорусской стороне 10, по моим 13 было уничтожено ПВО Белоруссии. Остальные уже сбили над Ярославской областью. Но суть именно в том, что это не просто провокация, это следствие неадекватной оценки даже вот таких больших внешнеполитических взаимоотношений. И опять же чувство безнаказанности. Что бы мы ни сделали, нам за это ничего не будет. То есть пошупят, поговорят, ну и этим все ограничится. Но здесь бы хотелось просто напомнить, что есть соломинка, которая ломает хребет верблюда. И есть вот та капля, которая переполняет чашу терпения. Батька никогда у вас не отличался мягкотелостью и желанием подставлять другую щеку. Поэтому в любом случае это может быть неявный ответ. В любом случае поначалу он таким и будет. Но он неизбежно будет. И вопрос не только в усилении приграничных районов Белоруссии и во его готовности всех сил и средств. Суть в том, что киевский режим напрашивается на то, что в дальнейшем уже может не только Россия, но и Белоруссия будет создавать свою зону безопасности за счет приграничных территорий. И от них не своих. Владимир Путин уже заявил о том, что с теми, кто создает угрозу ядерной безопасности и атакует мирных жителей, с ними переговоров никаких быть не может. Хотя до этого, в принципе, российская сторона неоднократно указывала на то, что, в принципе, от переговоров они не отказываются. Вот после всех этих событий, как судьба вот этого потенциального переговорного процесса может сложиться? Я считаю, что все наши разговоры о готовности садиться с киевским режимом за стол к переговору – это политические реверансы в угоду того, что в России до сих пор на всех уровнях еще пытаются как-то, если не вернуться, то хотя бы помнить о существовавшем раньше миропорядке, когда в результате переговоров можно о чем-то договориться. Во-первых, с нелегитимным Зеленским договариваться не о чем. Любое правительство любой страны в любой момент имеет все юридические основания объявить этот договор юридически ничтожным. Что касается гарантий, в том числе письменных, наших западных теперь уже не партнеров, то хотелось бы напомнить, что они такие письменные гарантии давали в феврале 2014 года о том, что Майдан разойдется мирно и будут досрочные выборы. На следующий день пропустило, как главы МИД Польши, Германии и Франции поставили свои подписи под документом, произошел госпереворот. Поэтому здесь рассчитывать на то, что можно достичь каких-либо договоренностей, иначе как исключительно подтвержденных силой, причем силой вооруженной, совершенно бессмысленно. Поэтому цели, поставленные Путиным в начале спецоперации денационализации и демилитаризации Украины, их никто не отменял. Замеряться каким-то Минском 1-2, по аналогии Минском 3, это значит просто отложить боевые действия, точно так же, как они были отложены в 2014 году. Да, в чем укрепиться, безусловно. Здесь можно дополнить, вот сказанное тогда президентом, России только одни. Денуцификация, демилитаризация бывшей территории Украины под контролем вооруженных сил России. Потому что любой контроль западных держав уже был на той же самой Германии после Первой мировой войны. Чем это закончилось через 20 лет, помнят все. Тоже разоружали. Ограничивали чистость вооруженных сил и все остальное. Вот очень было жестко все. Почему-то Вторая мировая началась. Помянул я вот этот вот ядерный шантаж. Речь идет прежде всего, конечно, о ударах по Запорожской АЭС. Тут тоже не совсем понятно, какие цели они преследуют, учитывая то, что ее повреждение, значительное повреждение, оно приведет к загрязнению и территории Украины, и России, и Белоруссии, и Европы в целом. Ну, американцы, понятно, они как бы там находятся у себя за океаном, им особо нет дела, что тут происходит на другом континенте. Почему вот так происходит, как вы считаете, вот эти удары допускаются, а и ЕС, и МАГАТЭ, и Вашингтон, они молчат и просто наблюдают за этим? Молчат они именно потому, что, в общем-то, все эти организации, включая даже Европарламент, а не какие-то международные организации, всемирные, они отражают интерес Соединенных Штатов, прежде всего. Да, отметим, европейцев, уж тем более не европейцев, скажем так, населяющих Европу. Даже элиты европейские уже интересы своих государств не отражают. Мы видим тяжелейший кризис в Германии, при этом Шольц и компания вовсю рассказывают, что надо продолжать дальше и, по сути, уничтожать Германию в угоду Соединенным Штатам. Простите, но это так. Что касается ударов по Запорожской АЭС, то также удары по любым другим гражданским объектам Киевской хунты носят иррациональный характер. Я напомню, что мы все время пытаемся, это нормально для человеческой психики, оценить, понять, но мы каждый раз руководствуемся собственной системой ценностей. А у противника она принципиально иная. На протяжении 10 лет обстреливать гражданскую инфраструктуру Донбасса и при этом продолжать вопить, что у нас не хватает снарядов, у нас не хватает ракет и всего прочего. И начинаются боевые действия, продолжаются, интенсифицируются эти обстрелы. Простите, я каждый месяц, надо под несколько раз, бываю в Донецке, в фронтовых территориях. Я прекрасно знаю также как местные жители, безусловно, противник, что где-нибудь в центре Донецка нет никаких воинских частей танковой ракеты. Также в Горловке, в другом населенном пункте. Все давно рассредоточено, для всего вывода укрытия и все прочее. Тем не менее, удары вносятся постоянно, по школам, больницам, почему угодно. Скажем, в 2014 году, по статистике, я просто в это время долгое время был на Донбассе, к зиме 2015 года, начало 2015 года, было разрушено или серьезно повреждено 70% храмов на территории Донецкой Народной Республики. Я во многих из них бывал, видел, в том числе в фронтовых территориях. Это, как правило, мы все знаем, отдельно стоящие, удаленные от любых других строений, сооружения, по которым бить можно только специально. Я много раз публиковал эти фотографии, где ближайшие дома в сотне двух метров, но они стоят целые, а храм сожжен полностью. Ну, знаете, учитывая их отношение к Украинской Православной Церкви, это, в общем-то, неудивительно, наверное. А я и не удивляюсь. Я просто говорю, что вот такова политика и стратегия киевского режима, независимо от того, кто его возглавляет. Ничего не меняется, по сути. Даже риторика. Порошенко тоже приходил с разговорами о мире, после чего началось все, что угодно, включая бомбардировки центров тогда абсолютно мирного Луганска. Ну, потому что решение принимает неговорящая голова. Но, во всяком случае, она их точно согласовывает с вышестоящими. Ну, что согласовывает, но и, собственно говоря, примерять нашу мораль, этик, общечественные ценности, совершенно бессмысленно. Даже ущерб себе и, опять же, военной составляющей, которая это не помогает, а вредит, они будут наносить подобные удары. Независимо от того, каким повреждением повредить эти удары по Запорожской атомной станции, на самом деле, это не столь опасен, там, какой-то ядерный взрыв или радиоактивное загрязнение в результате поражения энергоблоков. Это не так просто и не беспилотником делается. Но суть в том, что эти удары служат той же цели. Они совершенно бессмысленны с военной точки зрения, но они продолжаются и будут продолжаться. По ЗАЭС бьют, сейчас скажу точно, 22 месяца. В Латвии создали петицию с просьбой к НАТО поделиться с ними ядерным оружием. А в Латвии зачем ядерное оружие? В случае перерастания войны в ядерную, именно страны, государства, обладающие ядерным оружием, оказываются первыми целями для ударов. И концепция нашего оборонительного не исключает превентивных ядерных ударов в случае угрозы нашему суверенитету. Поэтому каждый, кто в подобном пути идет, подписывает себе смертные приговоры. Опять же, надо понимать, что Соединенные Штаты далеко. Но Латвия рядом, как и Польша и вообще в целом Западная Европа. И они первые на очереди становятся. И мало того, в условиях существующих реалий у меня нет ни малейшей уверенности в том, особенно после того, как я наизусть выучил пятую статью устава НАТО, что Соединенные Штаты в этом случае не ограничатся той же самой посылкой военной помощи и осуждением, что так поступать нельзя. Но, учитывая, что Соединенные Штаты совершенно сознательно вгоняют своих европейских союзников в экономический кризис, как до этого вгоняли его посылкой миллионов мигрантов из Азии и Африки в миграционный кризис, одновременно в экономический кризис, они вовсе не заинтересованы в том, чтобы мощно объединенная Европа была экономическим и политическим конкурентом Соединенных Штатов. Поэтому, сидя у себя там на далеком американском острове, они вполне могут спокойно сдеть все это разменной монетой в первые же минуты еще до конфликта переостановления в ядерный, сообщив, что они не будут запускать никаких ракет ядерных, они сидят там, соблюдают нейтралитет, и хотя они категорически против, но в этом разгоритесь сами с европейцами, а мы здесь посидим, как-нибудь переживем, дай бог, нас облако не дали. Ну тут и судьба самого-то НАТО под вопросом. Понятно, что рано делать какие-то выводы, но Трамп уже неоднозначно высказывался о том, что как бы непонятно, зачем Америке находиться в НАТО. Да, он пока еще не президент, но в случае своего возвращения в Белый дом, я думаю, он над этим вопросом будет серьезно размышлять. Нет, я думаю, что НАТО будет сохраняться, и риторика Трампа не имеет никакого отношения к реальности. В его разговорах о том, как он не поддерживает киевский режим, именно при Трампе киевский режим получал ежегодно сотни миллионов американской помощи, гарантии выдачи кредитов, и те же самые дживелины, и все прочее. Поэтому риторика это одно, факты это другое. Просто для Трампа, если коротко характеризовать его отношение к внешней политике США, она должна измениться следующим образом. Раз мы не можем стать властелинами всего мира, надо ограничиться североамериканским континентом, и там может быть Австралия, над чем мы там можем сохранить контроль, а все остальное уйти, перебив там массу посуды. То есть мы это уйдем. Но мы вам столько гадостей сделаем, чтобы вы никогда не поднялись. И соберем все ништяки, до которых сможем добраться. Да, Ближний Восток тот же самый, например. Да. Поэтому здесь иллюзий никакие. Михаил Борисович, спасибо вам большое за эту беседу и за ваши интересные рассвернутое обсуждение. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok